Всем привет, друзья! Сегодня я буду вам рассказывать о колясочке от компании Джане. Модель называется New Well. Джане на самом деле не так давно появился бренд в сети магазинов First Buggy, первая коляска. И большого какого-то опыта продаж в магазинах нету пока что. Но что могу сказать по первым своим ощущениям вообще в целом о бренде? Историю бренда мы знаем, это хороший бренд, очень качественный. Это даже можно смело по качеству материалов, по изготовлению, знаете, к такому премию сегменту отнести. Но цена у них на самом деле невысокая. И казалось бы, вот так круто сделать коляску. Ну, она не то, что там копеечная, здесь не дешевые коляски. Они достаточно дорогие, но они, скажем так, дешевле, чем такого рода коляски вот с таким же исполнением других брендов, более именитых, скажем так. Но на самом деле, если вот так же будут они делать и дальше хорошо колясочки, я думаю, годик, может быть, чуть больше, они наберут популярность, славу, скажем так, среди покупателей пойдет молва. И они станут хорошим премиум сегментом, потому что все здесь сделано очень хорошо, друзья. В общем, ладно, что-то я ее перехваливаю, но говорю как есть. Очень прикольно. Давайте сегодня мы посмотрим на Ньюэлл. Это колясочка 2 в 1. Но вы видите, что колеса здесь небольшие. Это чисто городская колясочка. Ну, максимум там по накатанной в парке вы проедете. Но по бездорожью это не ее конек. С трудом она будет ездить. Вот. Так что особенно вот в югах она будет, на наших южных регионах, она будет более актуальна. Вот. Комплектацию 2 в 1. Гарантию производитель дает 2 года. Напомню, это испанская компания, если что. Ну, вот. Технические характеристики в двух словах. Люлька весит у нас 11,4 килограмма. С прогулочным блоком 1,1. Мы видим, что это не тяжелая колясочка. Вот. 115-165 наклон в прогулочном блоке. Чуть позже это увидим. Вот. С рождения до 3 лет приблизительно можно эксплуатировать колясочку. Колесная база. Ширина здесь 50-51 сантиметр. Вы везде поместитесь. Вот. И люлька здесь, друзья. Вот она кажется как будто бы такой небольшой, но по техническим характеристикам 74 на 32. Это большая вместительная люлька. Но первое ощущение, которое вот, когда люди на нее смотрят, что-то люлька узковата. Нет, она абсолютно не узковата. Вот такая вот форма. Оптический обман зрения, скажем так. Сейчас, секундочку. Вот так вот. Сейчас я вам дам внутрь заглянуть. Здесь на замочках вот эта часть откидывается. К ребеночку доступ. Друзья, материалы очень крутые. Прям вот очень классный материал использованный. Здесь ни дать, ни взять. Все дорого, все классненько. Внутри очень классный материал. Прям вот эта ткань, ну, капец какая приятная. Видно, что это не какая-то дешмонская, это конюшка. Деревянное дно, друзья. Все как надо. Размер у люльки действительно полноценный. Как бы вот оптически вам не казалось, что она узковата. Вот. Чтобы регулировать козырек, у нас нужно обязательно кнопочки нажимать. Здесь у нас есть секция, которую можно вот так вот сделать. И еще вот так открыть. Видите, у нас здесь получается москитная сеточка для проветривания. От солнышка плюс можно закрыть. В общем, люлька классическая, стандартная, ничего особенного. Также здесь есть вот такие вот растяжечки. Вот здесь вот на раме они крепятся. Это решает вопрос, чтобы люлька вот так вот не болталась. Во всех колясках две точки крепления, ну, точнее говоря, адана посередине, они немножко гуляют. Здесь с помощью вот этих ремешков она поднатягивается и нет вот этого люфта. Многие, на самом деле, не любят этот люфт. Вот, так что здесь этот вопрос решаемый. Так, убираем, смотрим, ножки есть или нету. Да, есть у нас ножички, можно смело ставить. И, соответственно, не боясь, что вы ее запачкаете. Здесь есть удобная большая ручка, чтобы носить люльку. В общем, по люльке вопросов нет. Давайте посмотрим на прогулочный блок. Естественно, он и по ходу, и против хода, и он складывается с люлькой, ой, с прогулочным блоком и так, и так. Это вдруг я, знаете, когда бывает, покажу, как она складывается только в одну сторону, а в другую не покажу. И вы в комментариях пишите, что я не показал. В общем, она складывается в обе стороны, друзья. За это не переживайте. Так. Вот так вот. Так, в комплекте у нас идет непосредственно еще вот такая вот сумочка. Куча кармашков, естественно, само собой. Здесь у нас дождевик. И что еще у нас, по-моему, здесь больше ничего нет, кроме дождевика. Да, сейчас я проверю комплектации. Да, по сути, только Матрайт, это дождевик, здесь дополнительно и идет. И вот такая вот сумочка. Комплектации. Единственное, чтобы я докупил москиточку универсальную и подстаканник универсальный. И все, в принципе, вопрос закрыт. Так, смотрите, что касается прогулочного блока, друзья. Блок здесь отличный. Вот эти отличные материалы никуда не делись. По наклону 160. Здесь, кстати, еще есть вот такие фиксаторы, чтобы в сложенном виде держало спиночку, когда уже коляску складываете. Так, ну сейчас он нам не нужен. Вот, собственно, 165 градусов. Это вполне нормально, чтобы ребенок мог лежать. Есть также у нас здесь непосредственно возможность открыть на замочке секцию, чтобы ему там вентилировалось. В комплекте также идет классный мягкий матрасик. Что касается безопасности, у нас здесь пятиточечные ремни. Единственное, мягкой накладки нет в паховой зоне. Казалось бы, почему, что тут сэкономили, не знаю. Но по факту. Так, бампер у нас обит эко-кожей, как и ручка. Он откидывается, как калиточка для посадки. С этим все окей. Единственное, он просто откидывается вниз, не опускается. Имейте в виду. Ну, подножка, естественно, регулируемая. Это, само собой, куда без этого. Вот. Давайте по козырьку посмотрим, насколько он максимально открывается. Вот так он натягивается. Здесь есть секция, которую можно открыть. Вот таким образом, собственно, у нас это все происходит. Так, друзья. Что касается ручки. Ручка у нас здесь телескопически регулируется. Так, открываем фиксаторы. Вот это максимально выдвинутое положение. 186, мой рост, друзья. Диапазон регулировки ручки здесь более чем достаточный. Поэтому любой родитель любого роста подберет для себя высоту. И сразу хочется подметить про ощущения. Очень сбитая коляска. Очень плотно собрана. Минимальные зазоры. Из-за этого она таки монолитной кажется. Не расхлябана, ничего не брякает, не стучит. Не знаю, по сборке. Вот из Иволкер еще вот, если смотрели мои обзоры, вот так же собран. Вот максимально качественная сборка, подгонка деталей. Ощущение монолитной конструкции здесь прям вот отлично присутствует. Так, ручка здесь тоже в эко-кожи, естественно, само собой. Так, что касается колес, друзья. Ну, естественно, не надувные. Смотрим на амортизацию. Так, спереди прям явно чувствую. Сзади, давайте, поднажму сильнее. Да, тоже есть амортизация. Так, что у нас с багажником? Давайте заглянем в него. Видите, он имеет вот такую вот жесткую фиксацию. Прям здесь конкретный механизм. Видите, здесь стоят зубчики. И он перекидывается. Если хотим что-то прижать, задвинули. Я такую систему, если честно, первый раз вижу. Очень необычно и интересно. Так, что касается тормоза. Нажимаем и снизу подталкиваем. И тогда он снимается с тормоза. Хотелось бы, чтобы это работало по-другому. Так, теперь давайте я ее сложу. И посмотрим, как это у нас работает. Здесь есть кнопочка. Вот так толкаем вперед. Практически та же манипуляция и против хода движения. Так, опускаю сюда вниз ручку, чтобы она меньше места занимала. Нажимаю кнопочки. И вот так вот надо сделать. Совсем забыл, друзья. Такое бывает. И теперь складываем. Так, вот, собственно, каким образом это работает. Против хода движения она просто опрокидывается вперед. Вот, собственно, достаточно компактная конструкция получается. Вот. Но то, что мы можем вместе с блоком складывать. Вот этот момент самый важный. Что вам не нужно два элемента отдельно переносить, складывать, хранить. Лучше, когда... Пускай она будет чуть толще, но вместе. Самое главное. Вот, собственно, друзья. Все, что хотел рассказать. Я вам рассказал, как по мне. Вот, посмотрите цену сейчас внизу по ссылке в описании. И это цена какой-нибудь литовской коляски, там, польской коляски. Вот. Поэтому, не знаю, мне кажется, недооценен пока еще в России бренд. Очень качественно. Самое важное, здесь все очень качественно. И, как по мне, стильная, прикольная коляска. И с очень офигенными тканями. Поэтому, рекомендую, как минимум, обязательно ее очень подробно изучить. Не бояться нового бренда. На самом деле, новых брендов очень много. Их хороших. С этим, я думаю, все окей. Вот. Ссылка внизу в описании. Вопросы остались? Пишите в комментариях. Отвечу. Ну, а я заканчиваю и желаю вам сделать хороший, грамотный выбор коляски для вашего карапуза. Всем пока!